Торгрим долго собирал свою армию, но теперь, я надеюсь, готов бить очень больно врага. Приветствую вас, друзья, с вами Верус и Торгрима. Можно было бы вывести сейчас из города, может даже поставить засаду, но если спалимся, то тут слишком большая ватага дружная. Поэтому я бы предпочел, наверное, все-таки сейчас не делать упор на... Такой поворот. Давайте все-таки его оставим. Мы оставим, это будет спокойней. Такой вариант действия. Давай, ну подай на вот это, покачаем тебя хоть потенциально чуть-чуть, чуть-чуть потенциально. Так, алтарь багровой жатвы. Здесь очень хорошо, стены на втором уровне. Возводим. Тут у нас денежка есть, давай. Можем себе позволить. И, ну, в принципе, порядок есть, но давай все равно таверну. Таверну. Нам Готрек и Феликс больше не приходили, да? Как кинули нас на бабки, по факту. Так больше и не приходили. Рыцарь, 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 Золотой Орден, Остермарк. Но сейчас Кавины на первом месте. Клан Пестиленс причем. Клан Эшн на третьем. Мы на втором. Оракулу Дзинча, которые, ну, очень часто и... Хорошо себя чувствуют. То есть вот кто-кто, а Кайрос... Ну, может, не разрастался на моей памяти до величайшей империи какой-то. Ну, был близок к этому. В отличие от того же Скорбранда, например. Ну, или все-таки... Последователи Сланеша, если вспомнить, что... В лице Энкаре, ну... Да, создают эльфам на Ултуане. Ну, естественно, на карте Бессмертных империй, если рассуждать. Проблемы, но при этом... Никогда не добивались такого масштабного результата. Там только если темные эльфы чуть их поддавливали, да? Помогали. В нашем лице, например, темные эльфы помогали. И заметили, что Катарина забрала одно из поселений, которое мы хотели взять себе. И я думаю, мы потом будем меняться с ней. Главное сейчас хотя бы одно поселение из той провинции отжать. Ой-ой-ой, вот это вот важно сейчас. Чё я вот заговорился с каменом-то смотреть. Вот, хотя бы одно поселение отжать. И будет нам тогда шанс заселить регион. Так, пусть на нас нападает этот жалкий пустич. Ах. Тык-тык-тык. Ай, пустота у него, конечно. Но он сам хорош. У него плюс ко всему есть... Стрелки, да? Бомбардыры, бомбандыры, бомбандыры... Ну а что за планировка? То есть, если он разделит армию... Ну, здесь он пойдет, учитывая, что они по факту 6-7, да... У него 18, у него не фулл-стэк. Но все равно, считай, фулл-стэк. Он разделит, наверное, на три части. Отряд нам надо будет посмотреть. Идеальнее всего, конечно, защищать обычно вот здесь рубеж. Но тут слишком много стрелков. Сейчас надо будет смотреть, с какой стороны нам выгоднее поставить оборону. Тут нужно прямо всматриваться, с какого фланга зайти, с какого фланга обойти. И если все сделать правильно, то проблем уже не будет. Проблем, как таковых, уже не должно быть у нас. По факту и без факта. Так, ладно. Хорошо. Смотрим, что у нас есть. Пулеметы, пушки, мортиры, штурмокрысы и штурмовые щиты. Так, здесь пять отрядов. Здесь у нас шесть. Здесь у нас еще пять. Ну и двое скрыты. То есть здесь это полководец. По идее, вот здесь пять. Здесь тоже пять. Значит, где-то тут может быть полководец. Или... Снайпера спрятаны. Вот тут монстров, мне кажется, проще будет выбить. А эти... Здесь сделаем вылазку. Если пулеметы со снайперами, нас очень хорошо покоцают. Вас поставить. И бросить в бой. То есть, либо мы пытаемся сейчас вот этот фланг разбивать. Но монстров тоже можно попытаться расстрелять. Арбалеты с этими ребятками хорошо могут справиться. Можно и сюда выйти. Можно все-таки попробовать... Этих... Накрыть. Ну ладно, окей, давайте здесь. Давайте тут рискнем. Делаем следующим образом. Сюда. 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 Ты все-таки тоже здесь. У меня была версия вот сюда поставить. Но если нас отправят встречать... То, наверное, это будет интересней. Дальше. Делаем следующим образом. Вы прикрываете спинку. Ты, наверное, тоже идешь вперед. Ты пока останешься здесь. Здесь ставим вышку. И всех, кроме артиллерии, тащим вперед. Артиллерия огонь. Так, но он пока не реагирует на наших, кстати, суда. Даже не двинусь. Артиллерия бьет его очень больно. Ну и оперный кордобалет. станьте нормально чумные даже кстати реагирует сейчас на этих возможно даже понимая что они опаснее всего миханна форум нам нужны подкрепления к нам заходят со спины что без вариантов давайте снайперов хотя бы загасите и он прям правильно выбрал все-таки выбить ребят с шашками динамитными уничтожьте снайпер попадите вы в них наконец-то наверное 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 все таки не лучший вариант так все этих уничтожили выходим выходим ближе здесь сейчас артиллерия побежит ваша задача будет стрелять да еще парочку залпов точки теряем ничего страшного все замечательно артиллерию здесь мы уже выбили в принципе можно отдавать сейчас приказ чумных монахов пока расстреливать или они будут преследовать до последнего практически все замечательно дальше суда шахтеры кинули здесь защищать там строить уже все бессмысленно тут сейчас пулеметы только если мы до коциям так замечательно вы сюда ну неплохо чё хочу сказать не сказать что сделали что-то невероятное но если сейчас они еще вот этих расстреляют то мы считай полностью фланг перебили третьей армии на крыльях как положено близкое поражение но очень неплохо мы их пока цель и до уничтожены четыре из пяти отрядов на этом фланге уничтожены снайпера артиллерия пулеметы очень опасные ребята чумные тоже как бы на самом деле проблематичный порой у него осталось еще артиллерия тоже мортиру еще сфероносцы но и пулеметчики плотность уже не то их вы же нужно восстанавливать их так быстро в этой армии он вряд ли восстановит и эти стеки скорее всего именно верминтайдовский они не будут формироваться таким же образом зато хотя еще бывают удивительные моменты ланс края что хочешь обсуждение выплаты вступить войну да подожди тоже мне вояка да тут сейчас нам и так хватает боевых действий дубомолод скажешь не был лично пока бегает там архаон навеки избранный но данное поселение но ты в принципе мы знали что нападешь куда же ничего страшного автобор давить а можно было бы шанс какой-то уничтожить допустим диманы слоныша но мне кажется с небольшим шансом он его просто уничтожает даже не заселяет какой-либо другой фракции норского а за zl вышел вперед это хорошо а за зелену теперь не достанем а за зелену теперь можно джахин джахин жалену на ускорение жаль он это делает не на ускорение подходит там ближе просто если он это делает без ускорения то не факт что мы его достанем когда наступит естественно что он скорее всего отступит он отступит хотя это за зель любитель получать боль контроль давай сквер на минус 20 восполнение потерь цель взаимодействия потеряна потому что вы его нифига не охраняли вас попросили постойте рядом с этим городом да просто постойте покурите изобразите что он трэч подлый хвост подошел сюда на своей воське можно его дать ладно по порядку пойдем можно его быть возможно даже его нужно засада к сожалению спалилась привели к сожалению с огромнейшим сожалению и этот город бросить сейчас наверное совсем нельзя грамм брендал адскую дыру то мы уже защитили в плане адской дыры вопросов сейчас нет может быть начать формировать этот стек и еще из общего резерва и не отправлять заселять тут если что зимний костер там можно будет захватить с феями договориться маленько ты в любом случае берешь город он слабенький наверно гром бендал опять засаду ставить пока праг бросать чревато а он идет один второй стек пришлось отправить вот сюда и по факту второй стек конечно здесь помогут а тут скавин и тоже сидят с этого фланга вообще скавин и полезут вот еще дричи объявишь войну она уже на грани она уже вот-вот закипит второй стек нужен который идет следом за основным прикрывает делает все возможное союзников если из мстителей то пока только один готов элитные отряды уже как бы не на службе на еще и не готовы давай из общего резерва тебе будем сейчас подтягивать бойцов и нужно что-нибудь за два хода что называется можно не повторять ошибки на всякий случай армия поддержки может превратиться в армию наступление берем артиллерию обязательно можно взять несколько отрядов прихода на следующий вход он и комплектуется и будет готов но к походу какому-нибудь доход падает доход и так уже сильно упал у нас на самом деле может может передумал сейчас еще по размыслим как нам быть по-хорошему тебе бы надо возвращаться назад дрича может объявить войну просто тоже деревяки есть если чё держать позиции но в целом я сейчас не вижу особого смысла заменять это на это защита в ближнем бою увеличивается но я ее не так часто прожимаю поэтому пока я не качаю я и так ее практически всегда качал а сейчас не хочу сейчас не буду так возьмем среди через потом когда уже будет возможность мы ее качнем а может а может они качнем вот он он так готовы подтянуться к уничтожению а зазель и хотя как бы номинально унизить а зазель и сейчас должны и без него а если прыжком то не так далеко давай лата на ускорение здесь ты сейчас чуть быстрее будешь перемещаться на ускорением так ларси с тобой мы разобрались вот андорин но армия покоцана полная неудач в целом если бы он сейчас справился с задачей вообще было бы круто армия покоцана армия далека от идеала вторая армия ушла по этому флангу до залива не дотянется поэтому давайте попробуем все-таки ты сюда а ты избавься от своей метки ну как и ожидалось он отступил и при этом к сожалению мы не дотянемся то есть он отступил таких ситуациях снайпер мог бы пригодиться если задержал до рынка рынка рынок так ты перебирайся вот сюда твои силы тоже могут нам понадобиться сейчас скальф скальф восстанавливается медленно значит придется брать местных подкрепленцев есть контакт скальф нанимаешься делать вылазку на скавина торгримом с одной стороны разбить их можно и мы их разбиваем но при этом скорее всего мы многих потеряем экстренно заделать дырки с потерями мы не успеем мы не успеем да будем говорить честно это армия чисто бомжей поэтому ее щас шуга нем таких бы стеков вот и собирал бы он побольше план морс сейчас и будет судя по всему так собирать комплектовать есть вон стеки здесь сплошные рабы тоже моторка пока не сильно защищена выдвигать этот стек уже на передовую возможно не самая лучшая идея потому что мы оголен ты и даже тут самое печальное не то что мы потеряем это стека то что союзники резко начнут дележку моей провинции с другой стороны мы можем ударить по поселению хау-хау-хау-хау-хау-хау-хау империя ходит раньше скавинов по-моему да поэтому стек этот уберется тоже жаль торгарим 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 отправляем на разведку все-таки думаю торгарим а сейчас не выдергивайте с городом слишком велика вероятность того что его разобьют то есть эти то вряд ли а вот дальше ох нападение на войска неудача продолжает жить и служить хотя мелькнула так аватарка словно он добился какого-то успеха после неудачных действий сейчас еще дебафа в общем не нападаем на него речь трэч не спровоцирует нас на то стак у него хорош хорошая банда и вообще вот эти вот ребятки боевые единицы с этим свойством получает двойной сильный натиск при атаке с фланга или с тыла просто лучшие крысы на свете но мы сейчас сражались и почему зашел сюда когда за поселение данные чумные чудилы не бежали вы заметили когда мы их расстреливали даже когда оставалось там совсем чуть-чуть они не бежали казалось думаю что добавили что-то интересное теперь они просто не сломленные мерзавцы улучшаем защищаем таверны деньги тает на глазах доходы уменьшаются неудивительно и вот в этот момент ворчливые гномы могут припомнить мне что я заплатил купол тос до эльфом за поселение так этих получается мы освободили от гнета архаона архаон уже практически уничтожен архаон осталось совсем немного она еще здесь не разобралась на самом деле отправляется таки на юг я новую дричу может покошмарить сейчас это правда дричи она покошмарить может цели легитимные в нее есть так что она не нам будет помогать скорее всего но с другой стороны искусственный интеллект сейчас очень приятно говорить может и в плане как-то сдействовать интересно что тебе придется он хороший стек перегнал то есть вот они бомжи есть но сюда сейчас ушел хороший стек так что план морс пока с тобой мы еще не разделались под корень руины эльфы взялись а он на ускорение куда-то топает кстати а он помогать союзничкам оу но мы сейчас можем его поймать как раз на ускорении и шатнуть там другая проблема это сделать второстепенным стеком я не думаю что им перцы пока цели его достаточно вряд ли получится а уводить основной стек скорее всего пойдут гоблины в атаку может быть если получится торгрим суда а тот стек убежит и сядет во всемирной столице гномов общепринятые только если так наверное а кстати я хотел еще нанять одиночку заселить ванде руины чтобы с хотепом обменяться и объединить свою провинцию там собачья равнина конечно столица региона то нет застроенный город то тоже нет но вдруг получилось а а здесь уже с ковен и сами на нас нападают и что говорят а ну тут вообще торгрим изи 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 на этом и рассчитывали что тут ничего серьезного не будет у гоблинцев давай сители ну сливай их и их держать у себя долго и не планируем клан морс противник погиб в битве против следующий раз из зеленокожей его обида выполнена гид отомщена торжество у него еще есть банда так берем артиллерию что есть по артиллерии давай органные орудия наверное пару штук возьмем и огненные пушки ты все равно останешься тут никуда не убежишь трэч подлый хвост пока цены но успех минус герой все-таки минус герой пока цены на его наш мини стек сейчас не одолеет так органных орудий огненных вот забияк железных ящеров бомбовозов горняков долгобородов железоломы 1 долгобородов смысла нет зеленокожих огров из кавина давай берем эту плюшку урон от выстрелов в армии ты пока пламя горна хотя давай вот эту штуку закачаем полностью и и докачиваем гром бренда вот так в итоге никто здесь не пришел к сожалению крысы комплектуются крысы нанимаются можно попробовать героя натянуть было бы сюда просто чтоб узнать со скавинами проблема в том что мы не видим если армия у них в городе или ее там нет то есть просто разрулить ситуацию не получится если там еще кто-то внутри сидит мы тоже этот город не можем раскачивать сильно я чуть еще возьмем о мерзли берег серьезно архаун навеки избранный критической ситуации может обосновать поселение даже в такой вот хрени или только под управлением искусственного интеллекта этот фокус срабатывает но у меня такой ситуации как бы не было при игре за хаос разведчики доложили что это просто руины поселение обида я чё-то клацнул случайно что эти руины являются именно тем чем кажется на первый взгляд среди их мертвых камней не обнаружено никаких признаков врагов наша армия может смело приближаться давай разворачивайся сюда значит на границе тут никого нет а литонар возможно заселит молитонар слишком куда-то якобы далеко прям так нацелился на территории которую вряд ли его там порадует бросим этот стек сюда надо сейчас допилить все-таки архаона зазелена ушла этот подошел ближе то есть в теории он уже может напасть а из врачуга так то лучше всех засаде стоит 300 ком ставим засаду уже 4 с удачи спать аль можно кстати его будет если что бросить здесь это бомжи здесь тоже хороший стек он может на холмы напасть холмы он скорее всего возьмет даже если там будет сидеть этот стек просто я практически уверен еще он вот этот отряд поэтому оставляем этот регион оставляем и уходим вот сюда пока жертвовать своими не станем бойцами здесь но он в городе сидит мы видели что тут хороший стек поэтому тоже не теряем голову чтоб не потерять ее совсем скажем так безвозвратно здесь восьмидесятка он сработало нормально пламя пока я тебе не качать не буду что потом когда будет чуть спокойнее поменять стиле назначением ну а гром брендал у тебя вариантов нет ты еще будешь праг охранять пока удержишь этот регион здесь но эринград кстати мы вернем уже если что этот город мы уже будем отдавать в идеале кстати у меня вот здесь уже подходит разведчик давай тогда не будешь тратить время и подскажешь как раз вот этот стек мы узнаем стоит ему идти в атаку или не идеально крысиный яд актуальненько в наковальне строим 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 посеваем на доходы надеемся так ну можно тут пока что таверну воткнуть в остальном экономическое уже у нас есть для героев я думаю сейчас не особо хорошее время тратить денежки можно только если натанов просто для разведки мяуин слабее конечно но мы с ней договоримся сейчас о дружбе или да и и братец пока у них в целом не сказать чтоб что-то в отвратительное да вот ухю тельмопсель юго-восток весь под кланом эшин здесь тоже легендарные города сейчас принадлежат скавином ну не сказать чтобы все отвратительное и очень плохо но вам хреново так тоже нужно характеризовать так и союзники чего-нибудь просят на сделать сейчас урон только пустич мустич так сунь у сунь у это мелкий город татьян тоже селение тигров шами мост небес шаньян шаньян правда нанимать меньше позволяет но тут отряды повеселее тут есть даже джонка небесная это прям та 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 и снайпера устроить дуэль со скавинами да а ну-ка северной провинциям вот войди вот войди надо защитить тут тоже есть хорошие отряды не такие джонку наверное мы все-таки попросим гномы будут арендовать катайцев артиллерию летающую заворчали вновь бородатые до пожили ся дужили ся наш союз крепнет вокруг гром брендала объединяется весь разумный мир лишь неразумные пытаются уничтожить вон друг друга на фоне растущие угрозы из других измерений и из других подземных сооружений он тян минус принципе кстати говоря сейчас золотозуб на фоне того что очень активно кланейшн ведет свою экспансию наверное он сможет откусить большущий кусок от кота я откусить но сможет ли проглотить а вот он и кит ушел суда это получается тот же самый стек который подходил правильно значит в идеале можно будет нападать я не делать этого а я не помню возглавлял там квик или не квик вот можете написать кстати в комментариях под видео вы заметили там квик был или не квик когда подводил армию так он пошел на тор грима кстати говоря а этот город пытается взять левым стеком но здесь хорошо и ладно здесь мы сразимся тоже попытаемся покосать такое нам подвластно потом вторым стеком если что нанесем здесь удар либо вернем этот город либо пойдем помогать торган потому что он скорее все сам может исправиться ну посмотрим как это все сложится у нас она сегодня все друзьям с вами был вирус и наш гром брендал комочек бородатого добра всем добра пока пока